Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, наше время прошу спасибо за такое шикарное выступление. Вы просто реально зажгли. Как у вас эмоции после него? Эмоции сегодняшние феноменальные. Мы вот сошли за сценой, все переглянулись в гримёрки и сказали друг другу, что это был лучший концерт Animal Jazz на фестивалях за всю историю группы Animal Jazz. Вы знаете, мы это почувствовали на самом деле. Эмоции были реально беспашные. А скажите, пожалуйста, а вот флешмоб, в который был когда народ сел, да? Это как-то спланировано? Абсолютно импровизация. Мы обигели, мы ни о чём не знали. Я не знаю, кто это придумал и кто первый сел или кто сказал соседу садись, садись. Но это, конечно, тебя так шокирует, когда ты находишься на сцене. Я думаю, что люди тоже в зале в флешоке. Всё очень круто получилось. Да, это для вас было вполне счастливо? Абсолютно, абсолютно. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот ваши стольные концерты, да, и фестивали. Где вы выкладываетесь эмоционально больше? Или там одинаково? Как вы вообще? Ну, мы как-то шутили и писали какой-то пост в социальных сетях, где говорили. Едем сейчас играть в такой-то фестиваль. Конечно, мы на фестивале не выдадим и сотой доли, и той энергетики, которую мы выдаём на стольных концертах. Но всё равно приходить будет неплохо. Конечно, на самом деле, такого нет никогда. Мы не экономим энергию. И мы, в принципе, сейчас существуем в таком режиме, что у нас очень редко бывает больше двух концертов подряд. У нас был период 2009 год, когда мы горяли и играли там по 20 концертов в месяц. И очень быстро поняли, что это сказывается на... Вот у нас, по крайней мере, я не говорю, что все группы, которые так играют, они там делают неправильно. Но для нас это тяжело. Мы очень много отдаём на сцене, и поэтому почти каждый раз мы отыграли концерт, мы берём выходной как минимум, и вообще не играем там больше двух-трёх концертов подряд. Вот сейчас у нас такой режим. Поэтому мы каждый раз хотим отдать 100%. Другое дело, что по факту у тебя, ну, очень редко получается даже и 90%. Просто из-за всякого разного технического, бытового и прочего настроения и каких-то левых непонятных вещей, которые иногда мешают, и кто-то на них отвлекается. У нас в группе 5 человек, каждый из них очень важен. Если у кого-то вдруг что-то там, допустим, заболел, дома там ребёнок, ну, вот так получилось, он не смог от этого отвлечься, и всё. Ну, как бы, и так далее. То есть это всё очень много разных деталей. Поэтому, чтобы срослось абсолютно всё, для этого нужно очень много. И если это получается, это, конечно, фантастика. И, ну, процентов 50 минимум, это, конечно, люди. Поэтому сегодняшние люди, как только ты на них говоришь, смотришь, ты понимаешь, что, ну, они уже 50% дали, тебе надо дополнить. Ну, понятно. Александр, расскажите, пожалуйста, вы говорите, что вы как-то перерывы делаете между концертами, да? А у вас вот это лето, оно какое вообще? Это лето, оно спокойное, потому что этим летом мы записываем третий альбом группы Zero People. Сейчас им занимаемся. Вот как раз сейчас мы сидим, его пишем. И вот приехали сыграть на нашествие в составе Animal Jazz. Вот. И оно у нас спокойное в том плане, что мы отказываемся от кучи фестивалей непонятных, каких-то байкерских, странных. Короче говоря, если мы не уверены на 100%, что это будет вот именно так, как надо, то мы не едем. Поэтому я бы сказал, ну, у нас в целом и по количеству концертов мы идём на убыль. Мы стараемся делать меньше, но лучше. Вот. Поэтому лето, оно вот такое. Но мы играем какие-то ключевые для нас мероприятия. Нас было важно сыграть на Максидроме. Сейчас мы сыграем на ВК-фесте в Петербурге. Для нас, да, для нас это немножко новая аудитория. Потому что есть фестивали, где Animal Jazz играет из года в год. И где, конечно, всё очень круто, но это, повторяя, ну, как бы такой немножко замкнутый круг. Вот. В этом году мы немножко из этого круга вырываемся. Вот. В сторону Максидрома, ВК-феста, где явно публика не на 100% наша. Вот. И нам интересно, как она на нас отреагирует. Вот. 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 Примерно в таком ключе. То есть вы их хотите как бы дополнительно? У нас не то, что мы как бы никого не будем заставлять, но нам интересно, как они отреагируют. Вот. В этом плане. Поэтому для нас это лето, оно, я бы сказал, чуть-чуть шаг такой в сторону эксперимента. Понятно. Александр, а вы сказали, что вы клавишник, да? Да, клавишник Xero People и Animal Jazz, да. А скажите, может, состав Animal Jazz и состав Xero People? Xero People – это вокалист и клавишник Animal Jazz. Это два человека, которые из группы Animal Jazz взяли и создали отдельный проект. Вот он назвался Xero People. Появился в 2011 году. Пару лет мы вообще ничего не делали. Ну, так, типа, образовались и немножко потерялись. Вот. А где-то с 2013 года мы стали тоже гастролировать, играть концерты. И сейчас вот готовим третий альбом. И, в общем-то, все довольно интересно у нас. Третий альбом готовится, да? Третий альбом сейчас будет осенью. Мы его повезем по России. То есть у вас будет презентация гастрольной тур? Да, именно, да, в октябре. А с Animal Jazz? Animal Jazz, собственно, катается по России, и как это он делает всю свою жизнь. Одно другому не мешает. Одно другому, ну, как вам сказать, в Москве и Петербурге у нас уже четко разделилась аудитория. У нас уже пересечения, они есть, конечно, но она уже отдельная. По городам, конечно, когда ты первый раз приезжаешь в город, то поначалу у тебя идут люди, которые... О, это проект от участников Animal Jazz, интересно, послушаем. Вот. Ну, опять же, мы уже Xero People тоже от Владивостока до Калининграда проездили всю Россию, и уже поэтому тоже там формируется, как бы, своя аудитория немножко другая, немножко местами более спокойная, более взрослая, менее школьная, менее прыгающая, более задумчивая. Александр, а подскажите, пожалуйста, у вас и у Александра приоритеты? Сэра Бимова, Ренни Мамшат? То есть вот сейчас на данный актуальный момент какой труд? Ну, трудно сказать. Это, ну, по сути, если у тебя есть сын Вася и дочка Оля, то какой у тебя приоритет сейчас, Вася или Оля? Ну, вот Оля пришла домой, ты ей поможешь сделать домашнее задание, а Васю надо там в детских садях или там горшок вынести. Ну, кто в приоритете? Ну, вот, вот примерно так мы. Просто одна дочка, видимо, или старше, другой по плану занимается. Да, ну, соответственно, поэтому, наверное, за Zero People мы чуть больше горшки там выносим, а Animal Just чуть более в свободном плавании, у него уже и так все хорошо. Есть такое, да. А скажите, пожалуйста, для Zero People песни сочиняются, какие будут их как? Zero People очень много сочиняется на саундчеках Zero People. Когда мы выходим на сцену, то мы импровизируем, и вот у нас на новом альбоме мы называем эти песни названиями городов, в которых они придумывали. Вот у нас есть песня Вологда, есть песня Омск, есть песня Могилев. Короче говоря, половина примерно песен, они у нас вот сейчас рабочие названия по городам. Это город, в котором она придумала. Это значит город придумал. Значит, мы в этом городе играли концерт, и на саундчеке ее придумали. Вот примерно половина песен, это просто импровизация во время концерта, которую мы потом чуть-чуть дорабатываем. Александр, у меня есть Нижнего Новгорода, где-то вообще песни Нижнего Новгорода. Была такая песня NN, у Animal Just, правда, не у Zero People. Я не помню, какой она потом стала. Потом трудно, потому что песня обретает свое настоящее название, и ты уже забываешь, а что называлось Нижнего Новгорода, а что называлось Иркутск и так далее. Это все теряется где-то в аналог истории. Но такая песня была. А она как бы планируется? Нет, она была, она уже стала какой-то песней и уже вышла на альбоме. Просто я сейчас не скажу, как она называется реально. Все понятно. Это нужно где-то искать в аналог истории. Александр, спасибо вам большое. И если можно, приветствую поклонникам Animal Carta, так как мы были на населении. Да, друзья, всем привет нашим поклонникам группы Animal Carta, нашей СТ-2016. Александр, спасибо большое. Вам удачного лета. Спасибо. Я буду, кстати, на фестивале ВКонтакте. Ну да, увидимся. Мы там глянем.